Частенько мы даем советы близким и друзьям в сложных ситуациях, и наши наставления иногда даже работают. Но когда мы сами сталкиваемся с похожими проблемами в жизни, обычно мы делаем все противоположным относительно наших советов образом. Вероятно, все потому, что между пониманием проблемы и действием для ее решения лежит пропасть. И сегодняшнее дело, на мой взгляд, это красноречиво иллюстрирует. Друзья, это Архив Фикс. Я рад вас снова приветствовать. Сегодня с новой историей мы переносимся в Южную Африку, в город Йоханнесбург. Йоханнесбург – самый крупный по численности жителей город Фьюар, центр самой богатой провинции Гуатенг. Население муниципалитета на 2019 год составляет 6 миллионов жителей, а всей агломерации – 8 миллионов человек. Однако, если считать с окрестностями метрополии, население превышает 10,5 миллионов жителей. Территория, подчиненная городу, достаточно большая. К Йоханнесбургу на юго-западе непосредственно примыкает город Суэто, в котором сосредоточено большое количество мигрантов и сезонных рабочих. История города берет начало с 1886 года, когда австралийский золотоискатель Джон Харрисон нашел золото на территории поместья Ланглахте. Последовавший за этим поток золотоискателей в данный район Южной Африки, его хаотичная застройка заставили власти страны принять решение о строительстве города. Он и был назван в честь первых архитекторов – Йоханна Рисика и Йоханна Юберта. В конце 19 века Йоханнесбург был городом золотоискателей, в котором проживали шахтеры со всех уголков земли, китайские рабочие, занятые на неквалифицированных работах, еврейские и армянские торговцы, огромное количество женщин легкого поведения, всех цветов и оттенков, бандиты, обедневшие буры и даже индийцы, бежавшие с плантаций сахарного тростника вокруг Дурбана, куда они вербовались в Индии на 25 лет. Все это придавало городу неповторимый колорит. Множество терриконов, памятники разработки золотоносных приисков, придают пригородам вид огромной строительной площадки. Многие улицы и поныне сохранили названия находившихся здесь ранее шахт. Йоханнесбург – крупнейший экономический и финансовый центр ЮАР, производящий 16% от всего ВВП страны. Добывающая промышленность, бывшая некогда основой экономики этого региона, постепенно теряет свое значение. Несмотря на то, что в пределах города сегодня не ведется добыча золота, в Йоханнесбурге размещаются штаб-квартиры многих горнодобывающих компаний, в том числе Goldfields. Все большее значение для экономики города имеет сферу услуг и производственная отрасль. Имеют место различные отрасли промышленности, особенно важную роль играет производство стали и цемента. Непроизводственная сфера включает такие секторы, как банковское дело, информационные технологии, транспорт, недвижимость и СМИ. Недалеко от Йоханнесбурга расположен городок под названием Дипклов. Это поселение носит одноименное название пещеры, в которой были обнаружены одни из древнейших символических изображений, орнамент в виде параллельных и скрещенных линий, вырезанной на скорлупе яиц страуса. В этом местечке 27 марта 1995 года родилась девочка по имени Коробо Макаэна. Ее маму звали Лоррейн, а отца Макгрегори. Семья была очень дружной. У Коробо была старшая сестра, во всем поддерживающая ее. Все, кто знал девочку, отзывались о ней, как о правильно воспитанном ребенке, неизбалованном и внимательном к своим друзьям. После окончания средней школы в 2014 году девушка поступает в старшую школу с экономическим уклоном, чтобы позже поступить в университет на курс экономики. Также Коробо была занята в нескольких организациях, отстаивающих права женщин и детей. В Йоханнесбурге проблема благополучия женщин и детей стоит, наверное, даже острее, чем во всем остальном мире. Девушка часто проводила собрания с женщинами, что подверглись домашнему насилию и разъясняла им их права, просвещая и объясняя дальнейшие действия и юридические возможности. Коробо мечтала, что в будущем откроет собственную благотворительную организацию помощи женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Во время своей учебы в октябре 2016 года девушка встречает парня по имени Сандейл Монсо. Сандейл был уроженцем города под названием Сиканда. Город назван Сиканда, потому что в нем был построен второй вьюар-комбинат, вырабатывающий углеводороды через синтез газ из угля. Мужчина изучал графический дизайн, ему было 29 лет. Все актуальнее в наше время становятся инвестиции в себя. Даже в самые нестабильные периоды истории знания не обесцениваются. Это то, что всегда будет с вами, особенно если это современная востребованная профессия. Одна из таких сфер деятельности сейчас это моушн-дизайн. Моушн-дизайнер – это человек, который создает эффектную анимацию. У подобных специалистов широкое поле деятельности – от рекламных роликов до работы с высокобюджетными клипами и фильмами. Моушн-дизайнер – это высокооплачиваемые навыки, крайне востребованные на рынке, а учат этой профессии в онлайн-школе контента на курсе «Моушн-дизайнер с нуля до про». Это школа, которая много лет специализируется на дизайне, давая только полезные и актуальные знания без воды. Ее преподаватели – это практикующие и известные дизайнеры, готовые делиться богатым опытом. Здесь вас точно не бросят. Образовательный процесс выстроен максимально комфортно для обучения. И всегда доступна прямая связь с наставниками и поддержкой. Классным бонусом курса является то, что после прохождения все студенты стажируются в действующем креативном агентстве, что дает после возможность в резюме указать, что у вас есть опыт. Этот курс подойдет для тех, кто не хочет делать скучно, а хочет делать модно, заставляя статичное двигаться. Школа Contented обеспечивает самое широкое погружение в моушн-дизайн на практике. Обучение происходит на примере конкретных бизнес-задач, с которыми обычно сталкиваются моушн-дизайнеры. Создание шоу-рила – анимированных рекламных и продуктовых роликов. В ваш выпускной шоу-рил войдет 16 работ для портфолио моушн-дизайнера плюс 4 работы в Adobe Photoshop. Всего 20 работ. А для нашего канала школа предоставляет классные условия. По промокоду ARCHIVX будет работать скидка в размере 45% на курс моушн-дизайнер с нуля до про. Переходите по ссылке в описании и начинайте создавать волшебство с новой профессией. Но вернемся к делу. Сан Дейл был очень обеспечен, имел троих детей и производил впечатление хорошо образованного и воспитанного представителя высшего класса. Будучи в разводе, он был очень религиозен и заработал свое состояние на торговле бинарными опционами. Его компания носила громкое название «Наследие в триллион долларов». Он проводил вебинары и записывал обучающие ролики. Сегодня мы поговорим о психологии торговли, как мы применяем этот подход. Вы можете найти много способов торговли, загуглив. Но наш взгляд на торги, куда бы вы ни пришли, на Форекс, бинарный рынок, на фондовый рынок, подойдет всем. Караба и Сан Дейл подружились, и очень скоро их дружба переросла в отношения. Все, кто знал пару, говорили, что у них настоящая любовь. Сан Дейл любил Караба за ее сильную личность и стремление помогать людям во что бы то ни стало. А Караба нравилось в Сан Дейле практически все. Именно так она объясняла стремительно развивающиеся отношения своим подругам. Со стороны они выглядели как красивая, любящая пара. В ноябре 2016 года исполнился месяц с их отношением. Караба переезжает в апартаменты Сан Дейла, и они начинают жить вместе, как настоящая пара. Именно после переезда девушки началось то, против чего она долгое время боролась – домашнее насилие. Из Сан Дейла Мансо начала лезть его настоящая, скрытая до этого жестокая сущность. Мужчина оказался совсем не тем милым и воспитанным интеллектуалом, за которого выдавал себя во время их отношений. На Рождество 2016 года у пары произошла первая ссора. Караба рассказала своим подругам, что ругаясь, Сан Дейл сильно толкнул ее и в ярости разбил телефон на стену. Три месяца спустя, в марте 2017 года, ситуация ухудшилась. Девушка отправляла друзьям фотографии со следами побоев и описанием того, как часто ее парень выходит из себя и не может контролировать ярость. Для нее становилось очевидно, что Сан Дейлу плевать на их отношения. По иронии судьбы, девушка оказалась в ситуации, из которой так много раз помогала выбраться другим, испытывающим домашнее насилие женщинам. Но теперь сама попав в нее, не могла себя заставить разорвать этот порочный круг. 27 марта 2017 года был день рождения Караба. С самого утра друзья и семья девушки пытались дозвониться ей, чтобы поздравить, но они не смогли этого сделать. Все из-за того, что в это время она была в больнице, так как Сан Дейл сильно ее избил и девушке требовалась медицинская помощь, а телефон она не брала, потому что его очередной раз разбил в бесконтрольной ярости ее парень. Тогда первый раз девушка решила обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о домашнем насилии. Но когда она приехала в участок, то с удивлением узнала, что Сан Дейл уже был там утром и написал заявление на нее, обвиняя в нападении. Именно в этот момент она поняла, какой изворотливый монстр таился внутри ее парня. Караба возвращается в родительский дом, но, к сожалению, на этом история не заканчивается. Прошло две недели после того, как Караба съехала от Сан Дейла. Полиция не стала заниматься делом о домашнем насилии, объясняя это тем, что у них есть более серьезные дела, нежели разбираться в семейных ссорах. Все это сильно обескураживало девушку и злило. Но шло время, синяки проходили, и жизнь возвращалась в привычное русло. В один из апрельских вечеров, желая развеяться, Караба отправляется с несколькими подругами в ночной клуб. Все шло хорошо, девушки болтали и пили коктейли. Но неожиданно в этом же клубе появился Сан Дейл со своими друзьями. У них, видимо, тоже была вечеринка. Неизвестно, специально ли мужчина выбрал этот клуб, или встреча была случайной. Квартира Сан Дейла находилась всего в двух кварталах от заведения, и, вероятно, он сюда часто захаживал. Между молодыми людьми завязался разговор. И сколько бы подруги Караба не говорили ей закончить диалог уйти, это не возымело эффекта. Отношения между бывшей парой после этой встречи возобновились. 27 апреля 2018 года Караба в разговоре с мамой сообщает, что сегодня встречается с Сан Дейлом и останется у него ночевать. Мать пыталась уговорить дочь не совершать эту ошибку, но что могут слова, когда на первый план выходят сильные чувства. В этот вечер молодые люди встретились в баре. Выпив несколько коктейлей, у них возникла ссора, которая быстро сошла на нет. Видимо, из-за того, что происходило в переполненном людьми заведении. Было очевидно, что мужчина не отказался от своих старых привычек, и тем более было странно, что после этой сцены Караба согласилась поехать к нему домой. Они вместе покидают клуб и отправляются в апартаменты Сан Дейла. Камеры видеонаблюдения фиксируют, как пара входит в вестибюль здания, где живет мужчина в районе 2.30 ночи. На протяжении всей записи они не сказали друг другу ни слова, и если приглядеться, отчетливо видно, что Караба сильно расстроена. 28 апреля утром мама Караба, беспокоясь о дочери, пытается ей дозвониться, но ее звонки остаются без ответа. Также девушка не отвечает на сообщения. Мама звонит Сан Дейлу и спрашивает того, где находится ее дочь. Мужчина казался крайне удивленным и сказал, что понятия не имеет, где находится Караба. Он ушел раньше ее из бара, и как дальше сложился вечер девушки, ему неизвестно. Старшая сестра Караба по имени Бейтли отправляется в дом, где жил мужчина, и спрашивает у персонала ресепшена, видел ли кто-нибудь ее сестру. Никто ее не видел, но чуть позже выясняется тревожный факт. Одна из уборщиц нашла в мусорном пакете, стоящем у лифта, паспорт Караба. Это было единственной зацепкой, указывающей на то, что девушка была в здании. Больше в этот день никаких следов найдено не было. Семья сразу сообщает о пропаже в полицию, но процесс признания Караба пропавшей без вести занимает у полиции двое суток. Друзья пропавшей сразу же развернули в социальных сетях кампанию по поиску. 29 апреля мама Караба вновь звонит Сандейлу. Она напрямую спросила мужчину, где ее дочь и что он с ней сделал. Ответ был очень странным. «Я не знаю, где Караба, но я не убивал ее». Очень странная формулировка ответа. Никто не спрашивал мужчину, убивал он ее или нет. И вообще, речь о гибели девушки не шла. Друзья Сандейла, которые заходили проведать парня, заметили необычное мокрое пятно на ковре его кухни. Мужчина объяснил это тем, что у него сломался холодильник и он подтекал. Через три дня после исчезновения, 30 апреля полиция наведывается в квартиру Сандейла. Офицеры хотят допросить мужчину, но его нет дома. По телефону он сообщает, что приедет в участок ближе к вечеру, так как сейчас находится по работе вне города. Следователи спустились на ресепшн здания и запросили записи с камер видеонаблюдения. На одном из видео, с камеры, установленной над лифтом, они обнаруживают, что на следующий день после исчезновения девушки, в районе 22 часов, Сандейл затаскивает из хозяйственного помещения мусорный бак в свою квартиру, а в 22.07, спустя всего 7 минут, вывозит его обратно на подземный паркинг, где стояла его машина. В 22.29 он покидает паркинг на своем автомобиле. Вечером, прибыв в участок, мужчина рассказывает иную историю. Ранее он говорил, что с Караба он расстался в клубе, откуда он ушел раньше девушки. Теперь же мужчина рассказывал следователям, что пропавшая ему говорила о своем желании слетать в Лондон по каким-то делам. Это было тревожное противоречие, но кроме того, что Сандейл изменил свои показания, становилось очевидным, что он лжет. Утверждение, что Караба не приходила к нему в ту ночь, опровергалось видео с камер наблюдения, а также найденным в мусорном мешке паспортом девушки. К этому времени мать Караба Лоррейн не спала несколько суток. Она была в участке, ожидая новостей о дочери. После допроса Сандейла из комнаты вышел полицейский и сообщил, что мужчина во всем сознался. Ее дочь мертва. Сандейл Мансо признался, что вывез тело девушки и сбросил его в Канаву в соседнем районе под названием Брамли. Он отвез полицию на это место, но когда они прибыли, тела там уже не было. Мужчина был арестован. Еще несколько дней ушло на то, чтобы полиция смогла связать место, которое указал преступник, с делом о гибели Караба, так как тела не было. Позже судмедэксперты найдут останки и, проведя ДНК-экспертизу, докажут эту связь. После этого Сандейл начинает отрицать все свои показания, обвиняя следователя во лжи и давлении, вновь меняя свою историю. Якобы он, придя домой после работы 28 апреля, обнаружил тело Караба в своей квартире. Он предположил, что она совершила суицид и, опасаясь, что ее смерть свалят на него, избавился от тела. Чуть позже он придумывает новую захватывающую историю. Якобы несколько месяцев назад они с Караба принимали участие в тайном ритуале, целью которого было привлечение богатства и удачи. Но у этого обряда было одно условие. Если пара когда-нибудь расстанется, один из них умрет. Видимо, поэтому девушка решила пожертвовать собой ради того, чтобы жил Сандейл. На протяжении ареста и впоследствии суда мужчина отрицал свою вину по всем пунктам обвинения. Во время проведения судебного заседания улицы наводнили демонстранты с плакатами, на которых были написаны лозунги против насилия над женщинами. Их выкрики были слышны на протяжении всего судебного заседания. Давая интервью журналистам в суде, мужчина всячески пытался выгородить себя. Сандейл, будучи нарциссом, рассказывал, как он хотел помочь Караба в жизни и как ему жаль, что у него это не получилось. Я оказывал положительное влияние на ее жизнь. Я вдохновлял ее. Я вдохновлял ее на новые идеи, на открытие своего дела. Я старался оказывать положительное влияние на нее. Но, к сожалению, я появился в ее жизни слишком поздно, когда все уже было плохо. Я виноват в том, что не успел ей помочь, но я пытался изо всех сил. Во время суда, судья запросил экспертизу видео с камер наблюдения для более тщательной проработки хронологии событий в тот день. Эксперты это сделали и выяснили, даже если Сандейлу не убивал, что крайне сомнительно Караба, то у него было достаточно времени сообщить полиции о гибели девушки. Но вместо этого, он заметал следы и всеми силами старался скрыть случившееся, пытаясь создать себе алиби. 3 мая 2018 года Сандейл Мансо был признан виновным в смерти Караба Макаяна и приговорен к 32 годам тюремного заключения без права условно-досрочного освобождения. Суд не может прийти ни к какому другому выводу, как то, что вы называете раскаянием, это жалость к себе. Вас больше волнует тот факт, что вас поймали и вы в суде, и можете быть приговорены. Вы не сожалеете вообще. Суд не может описать вас никак, кроме как дьяволом. Складывается впечатление, что вы рассчитывали, что ваше состояние вас спасет, но оно вас не спасло. Во время вынесения приговора убийца вел себя спокойно, бесстрастно выслушав вердикт, всем своим видом показывая, что не раскаивается в содеянном и не испытывает вины. Во время судебного процесса выяснилось, что Сандейл был в серьезных долгах, а вся его инвестиционная деятельность была по большей части мыльным пузырем, который держался только за счет тех людей, которые поверили великому гуру инвестирования и проходили у него дорогие коучинги. За фасадом богатой и успешной жизни скрывался нарцисс, занимающийся тем, что сейчас называется инфо-цыгане, быстро прошедший порочный путь от обмана до хладнокровного убийства. Друзья, вот такая история. Бывало ли у вас в жизни, что давая советы другим, сами вы им не следовали, когда складывалась аналогичная ситуация? Давайте обсудим это в комментариях под видео. А если вы не смотрели прошлые выпуски, обязательно их посмотрите. Слева выпуск о чудовищной резне в Японии. Справа серия о трагедии в Мельбурне. Также не забывайте подписываться на наш канал на Яндекс.Дзен. Сейчас ссылка на него на экране и в описании к видео. Я благодарю вас за просмотр видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. И до встречи в новых историях. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok